Приступим. Как меня уже представил Павел, меня зовут Александр Микота. Я директор корпоративного онлайн-университета. И наша организация между делом, так сказать, занимается обучением бизнеса. То есть мы решаем какие-то задачи, которые не были решены в ходе обучения в ВУЗах и других учебных заведениях. И, в общем-то, пытаемся как-то и ВУЗам помочь с тем, чтобы сделать обучение их студентов более эффективным. Давайте по порядку. Для начала я рассмотрю потребности бизнеса, потом потребности ВУЗов, потом попытаюсь вас убедить в том, что виртуальная практика частично их пытается решить. Итак, что нужно бизнесу? Для начала, допустим, такую аллегорию, что нам платят деньги только тогда, когда мы приносим какую-то пользу. То есть если мы делаем что-то, что кому-то нужно, нашему потребителю, он готов за это платить деньги. И, соответственно, любой бизнес – это, в общем-то, есть такое производство пользы. В том числе и образовательный бизнес тоже. Здесь, в данном случае, продуктом производства являются те знания, умения, навыки или компетенции, которыми обладает ваш выпускник. И он будет, этот продукт, наиболее востребован в том случае, если это соответствует потребностям рынка, то есть потребностям того бизнеса, куда этот выпускник пойдет наниматься. Основная проблема часто бывает в том, что это с потребностями как-то не очень коррелируется. И, соответственно, бизнес либо доучивает выпускников вузов, либо, в общем-то, не берет их на работу. И они идут туда, где их какие-то имеющиеся навыки, знания могут пригодиться. И не всегда это по той специальности, по которой их учат в ВУДе. Ну, здесь такая иллюстрация осталась, так сказать, демонстрации пользы того, что демонстрируют наши компании. Ну, вот здесь несколько слоганов приведено, вполне вам наверняка известных. И, собственно говоря, любая компания демонстрирует свою способность что-либо сделать. То есть, по большому счету, любой человек своей деятельностью создает какую-то пользу, либо он это делает один, либо он это делает в составе какого-то коллектива, в составе какой-то компании. И, в общем-то, наша задача – дать ему возможность эту пользу каким-то образом сделать. Если мы глянем, что внутри бизнеса находится, там находится множество различных процессов, которые каким-то образом друг с другом взаимосвязаны, в этих процессах задействованы люди. Вот эти люди могут понимать эту взаимосвязь, могут не понимать, могут заниматься в чистом виде операционной работой. Все зависит от того, насколько они хорошо видят то, что вокруг них, насколько они понимают общие эти взаимосвязи и так далее. Есть проблема у бизнеса, у руководства в том, что, скажем так, ему достаточно сложно найти как хороших исполнителей, так и хороших руководителей линейных, и тем более топ-менеджеров тоже. То есть, есть много причин, по которым некое действие, которое должно было совершиться, оно не совершается или совершается не с тем качеством, с которым надо было бы его совершить. Итак, если мы посмотрим, что хочет бизнес от, ну, скажем так, от сотрудников, да, от своего коллектива, это управляемость прежде всего, это способность создавать что-то новое, потому что без этого не будет развития бизнеса. И, в общем-то, я напомню аллегорию, что бизнес – это станок по производству пользы, то есть необходимо что-то создавать. Для этого нам понадобятся компетентные сотрудники, которые так или иначе будут обучаться уходить на другие должности, на другие предприятия, в декреты там, или, не дай бог, по болезни уходить. Поэтому нам нужен кадровый резерв, который должен включать в себя как возможность оценить сотрудника на входе, так и программу его какой-то адаптивной подготовки. И, кроме того, это важно, и немногие предприятия, даже крупные, это оценивают, необходима система накопления и сохранения интеллектуального капитала. То есть база знаний, база вот этих инструкций, каких-то решений методических, технических, которые, по сути, являются основой обучения вот уже персонала и отличают это предприятие от какого-либо другого и решают проблему уменьшения рисков, связанных с уходом персонала, какого-то ключевого. То есть, когда у вас, допустим, носителем компетенции является один сотрудник ключевой, который вдруг по каким-то причинам решил уйти к вашему конкуренту, уволиться или еще что-то, то он уходит вместе с тем, что у него в голове. Если это никоим образом оттуда не извлекалось, не, ну, я говорю сейчас фигурально, скажем так, да, то есть никто ему трепанацию чая поделать не собирается. Если это периодически не оформлялось в виде каких-то текстов, инструкций, и на основании этого не обучались другие сотрудники, то уход такой ключевой фигуры может привести к тому, что предприятие просто теряет компетенцию по данному виду деятельности. Кроме того, я вот как-то давно, уже, наверное, лет 8 назад посчитал такую плохо оцениваемую историю, как стоимость замены сотрудника, то есть что происходит, какие деньги тратятся на предприятие или какую выгоду оно недополучает в случае того, если оно вынуждено искать сотрудника на замену уволившегося или там перешедшего на другую должность. Ну, вот это пример статей, по которым идут какие-то затраты. Вот здесь несколько устарели, может быть, сведения по зарплатам, но неважно, у нас главное, чтобы мы понимали порядок, то есть мы видим, что при зарплате годовой в 25 тысяч рублей, не годовой, месячной, в 25 тысяч рублей, в год это получается порядка 400 тысяч, и вот ниже идут расходы, связанные с вводом сотрудника в должность. Если мы это все сложим, то у нас получится больше половины миллиона, что составляет больше его годовой зарплаты. Конечно, можно возразить, что не всегда идут какие-то затраты, связанные с простоем, с введением в должность. Ну, вот эти затраты, допустим, их можно уменьшить, только в том случае, если мы берем уже подготовленного специалиста, который может немедленно начать, условно говоря, крутить свой станок и работать со стопроцентной эффективностью. То есть я вот этот расчет делал на основании представления о норме выработки сотрудников того предприятия, где я тогда трудился, и там было порядка 35% их зарплата составляла от их валовой выручки, которые они должны были приносить. Если мы предположим, что он какой-то период трудится с неполной включенностью, то вот как раз мы получаем недополученную выгоду, довольно существенную. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы люди менялись, как, не знаю, цинично скажу, как запчасти у станка или как станок на станок, чтобы вот можно было одного специалиста уволить, другого поставить, и при этом он со стопроцентной выработкой работает. Ну, бизнес, он, к сожалению, вынуждает на такие, может быть, несколько циничные аллегории, но тем не менее, для управления лучше их принимать. Это дает какие-то упрощения при общем каком-то анализе. В общем, у бизнеса есть потребность в том, чтобы эти специалисты были где-то под рукой и были подготовлены так, как ему нужно. Но у всех сторон есть свои интересы. У специалиста есть требования к оплате труда. Он хочет быть востребованным, он хочет быть признанным. У него руководителя основная задача – это получение дохода, роста его компании, снижение себестоимости, снижение рисков. А у того, кто приобретает услуги этой компании, это разумная стоимость, опять-таки, снижение рисков, высокое качество. Но при этом у них есть конфликт между собой, так сказать, и с той ситуацией, в которой они находятся, и постоянно их что-то не устраивает. Специалисту кажется, что его недооценивают, ему недоплачивают, что у него мало профессионального роста. У руководителя бизнеса кажется, что он переплачивает наоборот. А покупателям кажется, что это слишком дорого и, в общем-то, думает, не создать ли эту компетенцию у себя. Но здесь вы видите некоторые отсылки к внешнеэкономической деятельности, поскольку я так или иначе уже лет 15 ею занимаюсь, поэтому эти рудиментальные отсылки я не стал убирать. Тем более, что свой пример я буду базировать на обучении студентов факультета таможенного дела. Что нужно всем, чтобы они были счастливы? То есть, специалисту нужно иметь возможность дальше развиваться, подтверждать свои компетенции, обмениваться опытом и понимать, что его зарплата адекватна его текущей компетенции. с руководителю надо, естественно, мотивированных сотрудников, понимание их стоимости с точки зрения способности создавать какую-то прибавочную стоимость, повышение качества работы, создание чего-то нового для того, чтобы их бизнес был более конкурентоспособным. любому клиенту нужно качество за разумные деньги. Желательно, чтобы его как-то могли еще проконсультировать в ходе получения сервиса или покупки каких-то товаров и услуг. То есть, опять-таки, компетентность на уровне тех сотрудников, которые непосредственно с ними контактят. Сейчас еще немножко и заканчиваем про бизнес. Если смотреть на, скажем так, иерархию должностей в бизнесе, то можно разделить вот три уровня. Их, конечно, больше, но пока вот этой аллегорией мы ограничимся. То есть, это исполнители, это те, кто по сути является операторами какой-то деятельности, они работают по жестким инструкциям и вот я, как человек, который так или иначе занимался лет 9 по сути операторской работой после выпуска окончания своего вуза, я выпущенный, так сказать, инженером, да, я понимал, что хороший инженер не означает, что он хороший оператор и не каждый хороший оператор является хорошим инженером. оператор должен очень хорошо и быстро выполнять простые какие-то операции, при этом как можно меньше думать, то есть, вот, если водитель машины начнет думать каждый раз при возникновении нештатной ситуации, он просто не будет успевать принимать решения. вот линейные менеджеры, у них уже задачи несколько, скажем так, посложнее с точки зрения думания, то есть, они должны в целом видеть процесс, они уже могут сами создавать инструкции, ну и собственно, топ-менеджмент, он уже работает на стратегическом уровне, он определяет в принципе, куда движется компания и как она будет там развиваться. Вот в связи с этим к вам вопрос, коллеги, как вы думаете, кого готовят сейчас наши вузы? Кого готовят вузы? Никого? Лена, ну не так все плохо. Бакалавров. Ну вот в этой градации они кто? Исполнители, линейные менеджеры или топ-менеджеры? На топом мы не надеемся, да? Ну да, вот они должны быть офицерами, но они даже не исполнители. Почему они не исполнители? Потому что у них не формируют исполнительскую компетенцию, они не знают конкретных операций, которые от них кто-то ждет. То есть приходит этот бакалавр и конечно зависит от вуза, от его связи с землей, об этом еще поговорим. Поэтому я прошу вузовских сотрудников не обижаться. Тут есть разные обстоятельства, почему вдруг то представление о конечном продукте, извиняюсь, о тех компетенциях, которые должен его выпускник иметь, оно вдруг перестает быть актуальным. Может меняться просто самодеятельность, для которой эти сотрудники готовились. Но в общем-то все-таки даже если мы возьмем вот эту двухуровневую модель, которая сейчас у нас существует в высшем образовании, то есть бакалавриат, магистратура, оттуда выкинули специалитет по многим направлениям. То есть получается, что вроде как готовят такое нечто обобщенное для того, чтобы его могли потом доучить где-то на работе, либо уже готовят каких-то стратегов, если они магистры, то есть они уже на каком-то более стратегическом уровне должны двигаться. И основная как раз проблема в том, что вот этот выпускник, он практически не приспособлен к никакой практической деятельности, когда он приходит на работу. То есть ему нельзя доверить никакое управление и как правильно Николай Васильевич здесь заметил, практика в вузах умерла, и нельзя сказать, что она и в советские времена была уж очень эффективной, но наверное была эффективнее. Возможно дело даже не в том, что изменилось время, точнее изменился строй общественный. Дело в том, что в принципе много изменилось вообще в устройстве общества, в технологиях и вуз в силу просто инертности своей он отстает не успевает за потребности. Поэтому единственный способ все-таки каким-то образом улучшить корреляцию потребностей бизнеса и того, что готовят вузы, это как можно теснее организовать взаимодействие бизнеса и вуза. Тогда в общем-то будет и вот эта обратная связь. Что нужно вузу в идеале? Ему нужно, чтобы их выпускники были востребованы, чтобы они трудоустраивались по своим специальностям и как-то дорастали до каких-то высоких должностей, чтобы можно было ими гордиться, возможно там они будут где-то преподавать, но в любом случае наличие вот таких выпускников является показателем качества обучения вуза и в общем-то они ну это всегда такая гордость и такой капитал наличие связи с землей так я простым языком здесь сказал то есть необходимо отслеживать те технологии которые сейчас в тренде да там куда идет отрасль что меняется какие там появились новые ну может быть программные продукты законы и так далее какие есть тренды да то есть что будет в ближайшем будущем там 5-10 лет потому что уже надо на это закладывать будет какое-то изменение в учебной программе очень надо хорошо знать что сейчас востребовано на рынке и для того чтобы каким-то образом этому учить нужны конкретные кейсы которые опять-таки можно взять только при связи с реальной жизнью ну вот еще раз к проблеме бизнеса то есть кроме всего прочего для того чтобы помочь своему выпускнику трудоустроиться вузу желательно бы предоставить о нем сведения для руководителя предприятия в том виде которое дает ему максимальное подтверждение о том что это именно тот сотрудник который ему нужен а лучше чтобы он этого сотрудника знал уже заранее ну как пример да там если мы говорим о каком-то специалисте который будет заниматься таможенным оформлением то его можно описать ну где-то вот в такой структуре то есть есть какие-то его личностные качества которые присущи ему как скажем индивидууму и есть то что связано с базовыми его знаниями в частности здесь по соблюдению законодательства то есть он его должен знать и как-то применять есть какие-то его навыки связанные с конкретными задачами ну например пользование программным продуктом по заполнению декларации там умение отшлять поиск в интернете умение пользоваться программами для сортировки анализа данных и так далее и кроме того есть какая-то наработка связанная с его может быть предыдущей деятельностью которая тоже немаловажна это его контакты связи это его репутация это его репутация у клиентов это какие-то подтвержденные его успехи ну многие вузы сейчас пытаются прогровать портфолио своих выпускников то есть туда попадают какие-то какие-то успехи связанные с прохождением каких-то курсов олимпиад и так далее но было бы конечно для работодателя более понятным если это как-то лучше коррелирует с той деятельностью которая осуществляется непосредственно у него на рабочем месте ну вот данная так сказать картинка она истрирует то что в принципе когда мы доучиваем сотрудника если у нас есть система контроля привязанная к конкретной деятельности то можно не учить всех всему а можно формировать адаптивные курсы и здесь как раз есть тоже скажем так поле для расширения услуг вуза ну или какого-то учебного заведения но именно в области доп. образования вузах доп. образования ну опять-таки я не хочу говорить про все но во многих развиваются очень не очень хорошо ну просто по разным обстоятельствам связанным с отсутствием в первую очередь мотивации может быть для тех кто должен это делать ну давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего вебинара я и так потратил уже почти полчаса вашего времени для подводки к этому и так лучший способ научить человека что-то делать это собственно погрузить его в эту деятельность но как мы можем погрузить в деятельность наших студентов если не отправить их на практику что такое отправить на практику ну допустим студентов ну скажем специальности таможенное дело куда их можно отправить ну наверное в таможню в таможню если мы отправим студентов то первое ему конкретно какой-то боевой работы никто не доверит потому что это большая ответственность серьезные деньги которые может потерять участник внешнеэкономической деятельности в случае какой-то ошибки что ему могут доверить могут доверить не знаю собирать бумаги в папку или что-то ксерокопировать или еще какую-то деятельность которая не сильно создаст у него те компетенции которые будут востребованы после того как он закончит институт что же делать можно ли моделировать деятельность непосредственно в учебном заведении при этом не находясь где-то на производстве можно потому что практически любая деятельность офисная она очень легко моделируется потому что вы точно так же сидите за компьютером и точно так же скорее всего работаете в каких-то офисных приложениях пользуетесь браузером ну может быть пользуетесь еще какими-то специализированными программами в любом случае в принципе если эту деятельность правильно эту модель правильно построить и ею управлять и управлять ее с привлечением практиков то эта модель вполне будет вполне будет в общем-то востребованной и будет создавать те компетенции которые нам нужны ну вот здесь короткое какое краткое сравнение в пользу проектного обучения то есть еще одна особенность проектного обучения которую я заметил это лучшая мотивация студентов на получение дополнительной информации которая ему требуется для решения задач проекта и он получает это комплексно не узко там по специальности то есть это относится к этой дисциплине это не относится и так далее ну да он понимает что для чего и у него главный другой мотив совершенно то есть если студенту дать задачу даже которую он сначала не понимает но в общем-то постепенно набирает информацию и при этом естественно его не бросают в воду ему помогают плыть там и делает это и преподаватель и представители бизнеса ну какой-то там тьютор от бизнеса да то в принципе здесь эффект такой тройной получается то есть студент мотивируется на получение каких-то базовых знаний и здесь ему помогает преподаватель преподаватель видит какие потребности у бизнеса здесь по сути обучается уже и сам преподаватель то есть он получает какие-то готовые кейсы представитель бизнеса получает от преподавателя какие-то тоже определенные базовые знания которые он возможно утратил ну они как рудименты таки отмирает потихоньку. То есть он уже забыл, что как пример, я там 3 семестра учил теорию электромагнитного поля, от которой у меня в голове практически ничего не осталось. Потому что в жизни это никак не применял. Уж так получилось. Поэтому какие-то знания, они, конечно же, потихонечку куда-то уходят в какие-то глубокие области. Может быть, когда-нибудь они становятся доступными. Даже практику их тоже не мешает освежать. Вот некий алгоритм по проектному обучению. То есть в принципе, для того, чтобы решить какую-то задачу, надо описать определенную потребность. Определить это как проблему. То есть как эту потребность решить. Придумать как раз вот, как ее преодолеть. И собственно говоря, дальше уже осуществлять практические действия по решению этой задачи. И в конце проанализировать результаты. Насколько это успешно получилось. Сделать какие-то выводы. Вот. В ходе решения этих задач добираются определенные знания. И вы получаете уже какие-то конкретные решения. для себя. То есть ваш выпускник приобретает как раз компетенцию, которая уже востребована. Будет в реальном бизнесе. Это первое. Второе. Он уже непосредственно себя демонстрирует. Возможно, будущему работодателю. И если он это делает хорошо, то у него фактически практически обеспечено его трудоустройство, как минимум, в то место, где он проходит практику. И естественно, он набирает какой-то вес в профессиональном сообществе, если существует определенная площадка для взаимодействия вот этого профсообщества. Ну, собственно, я хочу перейти к демонстрации того, что я делал для решения этой задачи. Сразу оговорюсь, что в качестве инструмента я использовал Learning Server 4G, который производит компания Hypermethod. Ну, это не реклама, просто для того, чтобы было понятно, в каком инструменте это сделано. Ну, вот вам пример как раз по формированию навыков в части выбора таможенной процедуры студентами второго курса. То есть, выпускники второго курса, студенты второго курса, те, которые заканчивают второй курс, они должны были получить навык по осознанному выбору таможенной процедуры. Чтобы было понятно, таможенная процедура это такое, ну, скажем так, то, что вы собираетесь сделать с товаром, который вы ввозите или вывозите через таможенную границу. То есть, вот, их там достаточно много, 17 штук, и в зависимости от того, для чего вы товар этот ввозите, вывозите, вам надо принять определенное решение. студенты находились где-то у себя, ну, как правило, в районе Москвы-Подмосковья, я находился в этот момент в Новороссийске, вот, стояла задача эту практику организовать. Значит, каким образом это удалось сделать? Ну, это вот то, что видит студент при входе в курс, то есть, в принципе, началось все с короткого инструктажа руководителя практики, то есть, я просто записал видеообращение, ну, не буду сейчас его прокручивать, оно пятиминутное, где ставилась задача, ну, объяснялась, в общем-то, для чего эта практика, что они в ходе нее должны были сделать. Вот, потом я посчитал нужно сделать короткую инструкцию по работе с порталом с учебным. Надо сказать, что в отличие, может быть, от более взрослого поколения, нынешние студенты, они интуитивно гораздо быстрее усваивают процесс, работая вот с такими автоматизированными системами и в общем-то где-то, может быть, этих инструкций не надо, но на всякий случай она была сделана, эта инструкция, то есть, какие кнопочки нажимать, там, что надо сделать и так далее. Ну и, собственно говоря, дальше было всего одно задание, вот оно. Сейчас как пример. Ну, к каждому заданию, опять-таки, для того, чтобы не писать каких-то длинных инструкций с описанием, я записал короткие ролики, ну, давайте потратим минуту. Российские фермеры для обработки своих полей на территории Евразийского экономического союза предпочитают ввозить с определенной страны комбайны и нанимать, может быть, там же рабочую силу, которая бы обработала им поля. То есть, поля обрабатываются какой-то небольшой срок, допустим, в течение месяца. После этого комбайны вывозятся обратно в ту же страну, откуда они завозились. Предложите оптимальное решение по выбору таможенной процедуры для ввозимых комбайнов для обработки полей. Российские фермеры для обработки своих полей. Ну вот такое короткое задание. Далее идет текстовая инструкция. То есть, предложите оптимальное решение, обоснуйте свой вывод, предложите описание предмета контракта, поскольку предмет контракта внешнеторгового непосредственно зависит от того, что будет делаться с товаром. Напишите, какие условия нужны для помещения под выборную процедуру. это уже придется почитать таможенный кодекс и закон о таможенном регулировании, то есть, какие-то нормативные документы, посмотреть там, какие условия нужны, или для этого уже как следствие составить список документов, которые надо будет предоставить для того, чтобы эту процедуру заявить. И вот, собственно говоря, как это решалось, вот переписка с данным студентом, сначала она дает задания, которые я анализировал и задал ей какие-то вопросы. Ну, то есть, студент где-то сначала, видимо, собрал контракт, не очень сильно вчитываясь, его прикрепил, после этого у него начинается этап осознания, вот, она его исправляет, где-то вынуждена отвечать на какие-то вопросы, что-то досчитывать. Вот, как результат, по сути, мы имеем готовое решение по ввозе, по временному ввозу данных комбайнов, ну, по сути, такую консультацию возможно для кого-то, кто хотел бы действительно это сделать, да, то есть, по результатам того, как работал студент, она получает уже какие-то какую-то оценку. Вот, по сути, вот это основа практики, то есть, ее можно реализовать в одном задании, можно в последовательности задания реализовать. Основной сложностью здесь является то, что это, конечно, надо проверять головой специалиста, и когда у вас много студентов, то нагрузка очень большая. Вот, поэтому здесь надо правильно рассчитать нагрузку и добавить туда, конечно, экспертов, которые могли бы помочь преподавателю вот, в этой работе, потому что, ну, скажем так, если тебе дают 150 студентов на практику, то даже вот такая взаимная связь, это уже такая серьезная каторга, ежедневная, фактически. это первое. Второе, если уж говорить об обучении в том числе и преподавателей вуза, для того, чтобы они брали какую-то реальную компетенцию, что называется, с земли, то здесь идеальная история, это как минимум преподаватель вуза и эксперт-практик вот на вот таком, на такой работе. но если, скажем так, технологизировать, немножко утрировать этот процесс, ну, упрощать, да, скажем, не всегда этого эксперта практика выдернешь, не всегда есть возможность его, там, взять на работу ему заплатить и так далее, то есть, есть у вуза проблема с этим делом, да, что можно сделать? Можно типизировать эти, в принципе, задачи, то есть, это своего рода не такая прям уж практика будет, да, своего рода такой кейс, который так или иначе его мотивирует к получению вот компетенции, максимально приближенной к тем, которые ему пригодятся в жизни. Значит, для того, чтобы повысить эффективность решения задач, были добавлены сюда несколько видеоуроков, которые уже просто имелись в наличии, скажем так, студент мог посмотреть эти видеоуроки и многие из них посмотрели именно потому, что они были мотивированы хорошо. И кроме того, в информационные ресурсы, опять-таки, для удобства, чтобы студенты не, скажем так, не рыскали там в поисках, то есть, были положены уже нормативные документы, которые также можно было открыть и воспользоваться ими для получения информации. То есть, в принципе, вот, можно, конечно, это и не делать, можно собрать ссылки или просто сказать, что, ребята, поищите, что вам надо сами. Вот, это уж, как говорится, насколько хочется их опекать. и здесь надо моделирование реальной деятельности как-то сопоставлять все-таки с желанием того, чтобы они достигли, в конце концов, результата. То есть, важный момент, это то, чтобы у них получилось, чтобы они поняли, что они это могут и им это понравилось. То есть, такой способ все-таки извлечения, получения компетенции, на мой взгляд, является достаточно эффективным. В целом, все. Если есть какие-то вопросы по этому решению, я могу ответить. Вижу, какая-то переписка. Есть какие-то вопросы? Значит, мы проделывали эту операцию уже не один раз. как минимум с двумя вузами. Значит, университет, российский университет кооперации, то есть, это была такая итоговая практика по результатам второго-третьего курса. И там были разные уровни, скажем так, создаваемых компетенций. Где-то выделялось какая-то компетенция, вот как в частности здесь выбор процедуры. Но она тоже достаточно комплексная. Для того, чтобы выбрать процедуру, вам надо проанализировать сам бизнес, понять, а что вообще человек хочет, в чем его бизнес заключается, и именно предложить ему какое-то решение с точки зрения минимизации его затрат, и в то же время оно должно быть естественно в правовом поле. то есть он должен это сделать легально, эти затраты свои минимизировать. И соответственно когда это решение в принципе у него в голове появляется, то уже идут такие знания непосредственно предметные, скажем какие документы нужны, что эти документы должны содержать, где они с чем должны коррелироваться эти документы. вот то есть ну такая комплексная история получается даже вот по такой простой задаче. Нет, Лен, неправильно. Задания известные, задания известные, ну вот я цитирую Елену Локтеву. Правильно ли я понимаю, что все задания заранее известны, на них есть правильный ответ и все студенты делают все задания. Нет, студенты делают свой вариант на каждые. Задания естественно заранее известны, ответы я заранее не готовил. Ну можно и готовить их. То есть в принципе я же говорил вот если этот вопрос технологизировать и скажем убрать оттуда эксперта, но все равно периодически надо привлекать для того, чтобы эти кейсы не устарели, не покрылись там хома. В таможенном законодательстве это как раз в году надо делать, потому что там очень много изменений всегда происходит. Можно сделать так, то есть преподаватель он не совсем уж прям не готовый человек, то есть он примерно себя представляет о чем идет речь и может это как-то оценивать. Ему дается примерный ответ и он не буквально сверяется с ним, потому что студента не заставишь ответить точно так же как его предшественника, ну хотя бы в общих чертах. Такое вот описание правильного ответа ему можно давать и это конечно упрощает процесс проверки. Где здесь творческий элемент при работе студентов? Ну вот как раз поиск решения на мой взгляд это достаточно творческий элемент. То есть в принципе когда вы ищите источники знаний да там пытаетесь их применить то так или иначе вы создаете что то есть творчество. Да проектное задание обычно имеет множество разнозначных решений. Да ну так глубоко мы не заходили еще честно скажу а в принципе можно даже при оптимизации в принципе даже вот здесь были такие истории когда студенты я например предполагал правильный ответ в виде одной процедуры но встречал обоснования когда студенты предлагали мне совершенно другую процедуру в общем-то это считал правильным ответом потому что это было решение задачи и оптимальность трудно оценить все-таки это не настолько проработанная история но в принципе ее можно проработать здесь самое интересное на мой взгляд в том что вот эти вот задания по итоговой практике их можно очень хорошо увязать с тем что они проходят в семестре то есть если семестр вы понимаете что студенты изучал в этом семестре по сути эту практику вообще можно растягивать на весь семестр с каким-то апофеозом в конце этой практики да вот конкретно вот это решение здесь одно задание но допустим я не могу это сейчас показать я делал практику в таможенной академии я просто на их ЛМС делал там было у меня 5 взаимосвязанных заданий они друг за другом шли и решения принимались в следующем задании на базе результатов предыдущего вот но это с точки зрения трудоемкости для преподавателя это просто какое-то не знаю смертоубийство это одному не осилить поэтому здесь надо как-то балансировать между нагрузкой и технологией да там то есть какие-то вещи лучше технологизировать вот где-то можно попытаться задействовать самих студентов для оценки ну вот скажем в конкретной вот этой ЛМС 4G я этот инструмент не сильно нашел то есть есть единственная там возможность это сделать общий форум и в нем попросить друг друга оценивать но на практике это показалось оказалось не очень хорошо работает может быть представители разработчика меня проконсультирует и я что-то просто не понял возможно в любимом всеми мудли это делать легче не знаю вот у меня вот что было тем я и пользовался не должно быть автономных задач согласен согласен задач не должно быть автономных они должны быть взаимосвязаны и вытекать друг от друга но еще раз говорю вот конкретно вот это решение здесь по сути одна задача в ней есть несколько задач если мы возьмем просто само задание по сути это вот несколько задач они взаимосвязаны но они технологически они оформлены в одном задании дальше уже в чистом виде управления преподавателя это то как взаимодействовать со студентом по решению этих задач можно вот эти задачи разбить на несколько задач но тогда просто придется как-то ну например там их надо будет оценивать оценивать их надо будет не автоматически а головой можно задать допустим жесткий маршрут чтобы одна задача не открывалась прежде чем откроется другая задача все это решается но там где нет такого жесткой автоматизации когда все-таки преподаватель вынужден прикладывать голову то здесь надо понимать что это затраты связанные именно с его трудоемкостью вот здесь как раз очень хорошо собирать преподавателей по направлению и вам может быть хватит одного-двух экспертов таких комплексных для того чтобы именно сделать корреляцию с реальной деятельностью есть еще какие-то вопросы презентация сделана в powerpoint какую презентацию имеете ввиду вот эту Николай Васильевич не понял ну да это powerpoint обычный вот эти картинки да я я просто намалевал а шрифт могу подсказать сейчас скажу что это за шрифт Алабама шрифт Алабама ну можно найти его в интернете а если вы имеете ввиду ролик который висел на лендинге по регистрации он сделан был в спаркоре есть такое тоже средство для вот таких вот ну такой визуализации парковый сейчас напишу ну денег стоит по этому слову найдете в интернете там по-моему есть два варианта это подписка ежемесячная годовая есть покупка лицензии но это что-то в районе 500 долларов стоит если есть деньги да вот Паша спасибо так что у меня там еще осталось ну вот кстати как развитие всей этой истории о чем я давно думал и к сожалению пока до конца не сделал это площадка полфрезерва то есть в принципе чем бы должна эта практика заканчиваться это тем что вот этих студентов уже выводят что называется в большой профессиональный мир и там они уже непосредственно общаются с теми кто в этой отрасли так или иначе является экспертами вот решать это можно и нужно наверное с помощью наших социальных сетей потому что сколько я например не пытался сделать какую-то отдельную соцсеть какую-то отраслевую все равно все тащат себе в фейсбук и там начинают это комментировать и обсуждать поэтому лучше сразу в фейсбуке вот у нас есть отраслевая такая сеть в области внешнеэкономической деятельности в фейсбуке вот там в принципе уже как-то сформировалась практика ответов на вопросы то есть там можно задать вопрос достаточно даже может быть дилетантский и получишь какой-то ответ более-менее профессиональный и от активности зависит то как ты будешь узнаваем в профсообществе то есть там очень много директоров компании которые потом тебя могут и на работу взять в зависимости от того ну как ты себя проявляешь да там как студент ну вот в принципе здесь описание выгод компании от вот такого обучения в ходе ну такого практического моделирования да то есть компании многие тоже в этом нуждаются и вот этого предложения на рынке его очень мало к чему потому что тяжело сделать коробочную версию которую можно там как-то тиражировать мы все понимаем что доп. образование оно продается гораздо сложнее чем высшее образование то есть вы клиента получаете на короткий срок после этого он от вас уходит и нового клиента опять надо что называется выбегать то есть надо ему продать свой продукт и спрос не такой большой это первая проблема а вторая все-таки в каждой компании своя какая-то модель деятельности и совершенно универсальной компетенции создать невозможно поэтому тоже есть такая сложность да это вот подходит в принципе для подготовки любых офисных сотрудников вот прям любых практически то есть и при этом не обязательно пользоваться вот этим программным средством вы это можете как угодно организовать сама идея заключается в том чтобы именно моделировать деятельность надо эти модели придумать надо найти именно тьютеров да там руководителей этапов руководителей проекта для того чтобы вот это вот все осуществить ну и самое главное что те кто успешно в этом проекте участвовал можно дальше уже вести как-то по жизни то есть их выявлять в этом в общем-то крупные компании тоже заинтересован коллеги вроде я в час уложился если есть какие-то вопросы еще буду рад ответить мои контакты если кому-то интересно спасибо вам что нашли время спасибо директ академии за то что позвали спасибо лена рад тебя видеть хотя бы так вебинаре спасибо надежда викторовна ну если будут какие-то вопросы обращайтесь но еще раз скажу то есть основная на мой взгляд здесь проблема это это то то что со стороны вуза и со стороны базового предприятия где вы проходите практику понадобится какая-то какая-то команда управляемая то есть я в данном случае это все в одном флаконе в виде себя совмещал но это очень большая нагрузка вот то есть прям вот месяц из жизни выпадает потому что студенты они уже люди избалованные то есть если они что-то написали они прям хотят чтобы им сразу же ответили то есть так вот проверяйте раз в сутки ну конечно можно но они там выражают недовольство свое ну и можно туда бросать какие-то реальные кейсы потому что иногда коллективно что-то находится я еще думал создавать вместе со студентами такую базу знаний визуализированную с помощью разных мейдмэпов вот честно говоря у меня нет денег чтобы купить такую мейдмэп куда можно было бы много народу позвать а так это было бы очень интересно в принципе такая визуализация структуры знаний и взаимосвязи именно чтобы со студентами это сделать неплохое кстати упражнение вот сейчас я применял это формирование коллективное формирование глоссария там это можно просто формам сделать ну вот можно вики сделать да мне самому надо разобраться с вики сначала да 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 Николай Васильевич я вас понимаю у меня на телефон тоже почта приходит и я прям вижу когда они начинают выполнять задания обычно это после часа ночи ну что коллеги есть еще какие-то вопросы паш наверное вот я очень быстро все рассказал ну наверное это хорошо да что людям время сэкономить